Утро 9 февраля. Момент взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Обрушение подъезда. Весь день разбирались завалы. На место приехала бригада территориального центра медицины катастроф. 473 спасателя и более 150 единиц различной техники. К вечеру сегодняшнего дня о числе пострадавших было известно следующее. Пять человек погибло, в том числе двухлетний ребенок. 11 человек в больнице. Судьба еще шестерых определяется. Как землетрясение. Все попадало, свет выключился, все тишина, поко, хорошо. Мы быстро собрались, выбежали. Я думала, реальное землетрясение. Я открыла балкон и увидела, что нет полностью подъезда. В Новосибирск сегодня прибыл глава России МЧС Александр Куренков. Спасателям и следователям еще предстоит оценить последствия произошедшего и установить причину. По предварительной версии газ взорвался из-за несвоевременного устранения утечки. Бытовой газ взрывается регулярно. Так, за этот год ЧП в Новосибирске стало пятым по счету. 8 января хлопок раздался в Дагестане через два дня в подмосковной Коломне. 13 января в Бладикавказе. Два дня назад взрыв в Тульской области. И это только общеизвестные факты. Алтайский край, к примеру, тоже можно добавить к перечисленным регионам. Правда, у нас о взрыве известно единицам. А между тем, на прошлой неделе баллон с газом взорвался в двухквартирном доме в селе Волчий Ракит Бурлинского района. По счастливому совпадению, в момент ЧП дома никого не было. Но две семьи зимой остались без крова. Всего за этот год в результате завалов жилых домов из-за взрывов газа погибло 11 человек. Порядка 20 получили разные сложности травмы. По официальной версии, причина большинства происшествий – халатность людей при обращении с газом. Сотрудники МЧС по Алтайскому краю решили сегодня напомнить о правилах обращения с бытовым газом. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами и не допускайте работы плавных приборов без притока воздуха. Сопрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений, допускать к пользованию газовыми приборами детей, самостоятельно производить их ремонт. Опасно оставлять включенный газ без присмотра. Но ряд экспертов в области градостроительства считает, что пора обратить внимание на вопросы проектирования и возведения жилых зданий. При грамотном подходе и повышении безопасности домов число жертв можно было бы свести к минимуму. Основные факторы, влияющие на безопасность эксплуатации зданий, не должны зависеть от эксплуатации. Потому что на плохую эксплуатацию можно бесконечно сваливать, а люди будут умирать. Если есть газовое оборудование, значит должны быть контроли за газованность. Появился запах газа, автоматически отключили весь дом от газа и все. Разобрались, включили. Ну сколько бы жизни это спасло? Наверное, много. Однако наличие в жилых домах датчиков контроля за газованность не прописано в законодательстве. Может самое время пересмотреть этот факт, задается вопросом архитектор. А между тем в Новосибирске продолжают разбирать завалы. Судьба еще шестерых человек на данный момент остается неизвестной. Дмитрий Дроздов, День с толком.